Всем добрейшего и прекраснейшего утра из солнечного Колорадо! Я отдыхаю! Почему я это говорю таким праздничным томом? Потому что давненько я не зависала возле бассейна. Прошлым летом у меня был шанс, я ходила достаточно часто, здесь очень классно. Бассейн находится прямо, не знаю, за углом наших апартментов. Вот, снимала видосы для вас, а этот год для меня был очень странный, и я практически в бассейн не ходила. Так что сегодня у меня такой праздничный день. Хочу поделиться новостями, которыми забыла поделиться в одном из прошлых видео. Какие новости? Я пошла в колледж, ребята. Вот это моя workbook. В общем, я записалась в наш местный колледж, на бесплатные курсы, которые называются «Английский твой второй язык». В общем, звучит это здесь так – English as a second language. Кто ходит на эти классы? Ну, естественно, не носители языка, которые хотят улучшить свой уровень английского. Мой класс, в нём всего лишь, там, по-моему, 6 или 8 человек, он очень маленький. Я и все остальные мексиканцы. В общем, это где-то смешно, но посмотрим, что из этого выйдет. Кто меня смотрит давно, вы знаете, когда мы жили в штате Вашингтон, сейчас покажу вот так, покрасивее, да, вот, то там я ходила тоже в колледж на бесплатные курсы. Я не скажу, что мне сильно там это всё помогло, но мне было интересно, знаете, куда-то выходить, я же тогда не работала, мне хотелось ходить в люди, общаться, так что-то темно стало, ходить в люди, общаться, но всё равно я там какие-то знания почерпнула. Они купили на тот момент, колледж купил для меня, розетту стоун, соответственно, я могла пользоваться ею бесплатно. Вот, и, ну, я там просто ходила, общалась, выезжала в люди, и потом ещё нашла парт-тайм-джоп, да, что было мне очень удобно, то есть с утра я ехала в колледж, потом я ехала, там, 4 часика работала или 5, потом меня забирал муж, и я приезжала домой. И вот так вот несколько дней в неделю у меня было busy, да, мне это очень нравилось. Остальные дни я проводила дома, там, готовила, занималась своими делами, то есть был такой классный баланс, да. Я и отдыхала, и обучалась, и работала там какая-то, был мой первый такой experience, да, опыт работы в Америке, какая-то денежка маленькая капала на счёт, в общем, супер. Потом мы переехали сюда, в штат Колорадо, и, ну, как-то тут совсем по-другому у нас уже пошла жизнь, вот, и спустя через 3 года проживания здесь, здесь я нашла тоже возможности, опцию, как ходить в колледж, вот. О колледже я знала давно, моя подружка ходила туда, но она посещала курсы, за которые нужно платить. Вот, и тут они мне присылают просылку, не знаю, где я её делаю, в общем, где-то она тут в сумке. Вот, я её открыла и смотрю, там вот такой класс бесплатный, да, бесплатно я хожу, ничего не плачу. Можно было, кстати, взять ещё уроки, которые идут с углублением на правописание и грамматику, то есть там уже уровень повышенный, они стоят 100 долларов, что тоже является очень маленькой суммой, 100 долларов за вот этот вот класс, за всё время, не каждый класс 100 долларов, так что с освещением я не пойму. Вот, в общем, это можно пережить, 6 недель ты ходишь на этот курс, всего лишь 100 баксов, я считаю, это тоже, ну, я хочу попробовать. И сейчас просто такая проблема, что у меня расписание очень, очень тавтое, да, и я эти классы не могу вклинить, они мне не подходят по времени. Так что посмотрим, может быть, на зимний сезон я всё-таки рискну и запишусь на вот эти ещё другие классы по правописанию и грамматике. Вот, ну, а пока вот хожу в класс, мы, знаете, учим по чуть-чуть, немножко о правописании, немножечко каких-то правил, немножко какие-то темы обсуждаем, немножко разговариваем. И вот такую книжечку тоже мне выдали абсолютно бесплатно, в ней мы делаем какие-то упражнения. В общем, всё достаточно неплохо. Вот, я только начала, я тут пишу карандашиком, обучаюсь. Ну, в общем, уже что-то интересное для себя почерпнуло. Муж у меня решил немножечко почистить бассейн от листиков, которые нападали в воду. В общем, я не знаю, зачем он это делает. Во-первых, потому что есть работник для этого специальный, а во-вторых, завтра уже бассейн официально закрывают. Вот, конечно, они его придут, почистят и, в общем, всё сделают. Ну, видите, ему не нравится просто плавать, и когда листика много, в общем, почистил. Девушка ушла. То есть сейчас мы вообще одни, и самое классное, что солнышко зашло, и для меня это просто перфект. Вот, ну, потому что я люблю вот так лежать. Просто читать книжку или чем-то заниматься, видосы для вас снимать, чтобы было не жарко. Класс. О, пошёл в джакузи. Я недавно почитала комментарии на своём канале, и они были на тему того, как некрасиво я миксую русский и английский язык вместе в своих видео. И люди вот мне писали некоторые ой-ой-ой, фу-фу-фу, Вика или говори только по-русски, или только по-английски, что это за такой микс, выглядит как клоунада. Кто-то мне там написал, что вот мои знакомые живут там 11 лет в Америке, и у них чистая, красивая русская речь, они ничего не миксуют. В общем, всё на эту тему. Вы знаете, я ещё два года назад уже эту тему озвучивала, и называлось видео что-то, по-моему, что-то типа «Я забыла русский язык» или «Понты русских эмигрантов». Я его найду и поставлю внизу под описанием этого видеосюжета. Так вот, вы знаете, ловлю себя на мысли, что с тех пор у меня не особо поменялась моя позиция по поводу вот этого миксования слов русских и английских, когда ты что-то кому-то рассказываешь. Вы знаете, я настаиваю всё равно на своей позиции. Ну, во-первых, это мой канал, и я делаю так, как удобнее мне. Если вам не нравится, прошу прощения, ну, смотрите тогда кого-то другого. Вы знаете, я считаю, что всем не угодишь, потому что точно так же есть другие люди, которые мне наоборот пишут. Вика, как классно, что ты вот иногда употребляешь английские слова. Мне это очень нравится, потому что, просматривая твои ролики, я ещё там какие-то словечки для себя учу английские. Вот видите, кого-то это не раздражает, кого-то раздражает. В общем, всем не угодишь. А потому я на своём канале делаю так, как удобно и нравится мне. Зачем я это делаю? Вы знаете, когда я, например, встречаюсь со своей русской подругой, конечно, мы говорим по-русски. Но всё равно какие-то словечки, особенно когда быстрый у нас диалог происходит, у нас мелькают по-английски. Почему? Потому что что она, что я, живём в Америке, и в основном круг общения – это американцы. Поэтому мозг уже начинает даже думать на английском. И чтобы вот так вот сразу switch, переключиться с одного языка на другой, на это нужен настрой. Поэтому даже с русскими подругами, вот иногда мы общаемся, употребляем какие-то американские слова, потому что вот они именно в тему, или потому что, знаете, значение этого слова, оно вот как нельзя к месту. И мы прекрасно понимаем друг друга, ни у кого нет каких-то претензий, или, знаете, вот никого не воротят от того, что вдруг в русскую речь вклинивается английское словечко или предложение. Как-то так. Во-вторых, как я уже сказала, у меня круг общения в основном с американцами. Я с ними 24 на 7, с русскими знакомыми, которых у меня тут только 2, и 2 человека я общаюсь редко, и, конечно, я уже даже думаю по-английски иногда. Иногда, представляете, вот на работе считаю деньги, и вместо того, чтобы раз, два, три, четыре, пять, семь, я уже one, two, three, four, five. И думаю, блин, ну зачем я считаю по-английски, если по-русски мне это будет намного быстрее сделать, да, деньги посчитать. Но вот уже мозг так работает. Поэтому я это делаю не специально, а вот потому что мне так удобно, быстрее и так получается. Ну, кроме того, знаете, когда снимаешь видео, концентрируешься на какой-то мысли, и вот иногда всплывает, да, английское слово в разговоре, то намного быстрее его сказать, и дальше продолжать фокусироваться на той мысли, которую хочется донести в сюжете. И бывает, вот я так зациклюсь, да, как же его перевести, не могу подобрать. В итоге, да, я перевела это слово, классно. И я могу потерять мысль или забыть что-то, вот сказать, что мне казалось важным. Вот. Вот такова моя позиция по поводу того, зачем и почему я миксую слова. Ребят, принимайте это, ну или не принимайте. Это ваш выбор, а мой выбор вот такой. Так, мы идём с мужем в ресторан. Приехала его мама в город с бойфрендом, поэтому мы хотим их увидеть, посидеть, обменяться новостями. Я по этому случаю так приоделась. Дела платьицы. Думаю, когда я ещё платьицы проношу. Представляете, за всё лето у меня не было случая его одеть. В общем, ничего супернарядного, но по меркам нашего города это я уже принарядилась. Вот. Ну и также отпразднуем то, что я получила водительское удостоверение, то бишь права. Вот. Посмотрим. Я зарезервировала столик на 5 часов вечера. Ну, чтобы было время покушать, ещё переварить наеденные. В общем, если получится, покажу. Так, едем в ресторан на моей машине. Муж в шортиках, футболочке. В общем, как я сказала, ничего фэнси. Долго обсуждали, может быть, я поведу машину. Ну, как-то я не знаю, через даунтаун, я не понимаю, как ехать, где сворачивать. В принципе, можно было бы, но я решила просто расслабиться. Вот. В общем... Так, начали приносить еду. Смотрите, муж заказал шепардс бай. Ребят, по сути, это фарш, картофельное пюре, корм, морковка и там ещё что-то. Там два варианта фарша. Там есть говядина. Варианты фарша? Ага, говядина и что ещё? Как сказал, не помню. Бебе. А, бебе? Да. Баран? Баран, да. Окей, и сыр наверху. Ну, Бен, как всегда, chicken wings. So, is that hamburger? Да. It's lamb and hamburger mix. Lamb and hamburger mix. А вообще... Прикольный ресторан. Sorry, I'm trying to don't catch you. I'm trying to catch like around. Here you go. Cool. Can you try it? And I lighten the... I like the image. It's like light here. Like very nice. Так, вот мой Рубен сэндвич. Ребят, я не ожидала, что он будет такого огромного размера. И, по сути, ну, тут два человека могут накушаться, да? Так что, в принципе, я собираюсь поделиться с мужем, который очень hungry. Is it good? Good? О, мой муж уже... Where did you get it? I can share with you. No meals. Okay. Да. Вообще, классный ресторанчик. Внутри там интересно все оформлено. Вечером звучит тут музыка, огоньки мигают. В общем, kind of fancy. И вечером можно еще тут даже потанцевать. Вот чего бы я очень хотела. Но сейчас мы сидим на улице. Хорошо, что мы пришли пораньше, но будет время хотя бы переварить вот это вот все счастье. Да, Джо? Да? Так вот, каракул дубильный, но ничего. В общем, мы кушаем. What did the end think of all your goodies? Да, Джо? Do you like a meal?